В Закарпатье начался зимний паводок. Под воду ушли дороги, дома, дворы. Подтоплены тысячи гектаров угодий. Целую неделю в области без остановки шли дожди. Из-за потепления в горах начал таять снег. Уровень воды в реке Латарица поднялся на 7 метров. Марина Коваль расскажет все подробности. Подтопленные дворы и дома отсняли жители города Виноградов. Обильные дожди залили здесь 5 улиц. На кухне Эмилии Чейпиш воды по колено. Старушка передвигается по комнате с помощью стульев. Мебель, холодильники, газовая плита мокрые. Кухня, листы, у нас варить, что есть. С мусором и не далеко. Мы скурали все мебли, потому что каждый раз, когда такие сильные опыты, всегда такая ситуация, что выйти просто неможливо. Их удобно, все, собака, все плавает в воде. В горном селе Котельница Воловецкого района бурное течение повредило опору моста. Без транспортного сообщения остались жители 64 домов. В Тячевском районе прорвало берега укрепление. В дамбе образовалась дыра почти 150 метров в ширину. Теперь новое русло направляет воду из реки прямо в село. От паводка страдают почти все районы области, говорят спасатели. Откачивают воду сейчас и в Ужероде, и в Воловецком районе, и на Свалявщине, в Великобрезнящине и в других районах. Надается помощь с эвакуацией граждан в местах, где стал перелив речки Боржава, это Иршавский район. Всего в области потоплено около 300 дворов, почти 2000 гектаров сельскохозяйственных угодий в воде. Из-за разлива реки Боржава трасса Мукачево-Рогатин в Иршавском районе закрыта. Спасатели наращивают дамбы мешками с песком. Песа поднимается, но она имеет запас прочности, и мы не переживаем за главную речку. Основное, это сегодня самая большая проблема, это Латорица, это все притоки до Боржава, другие речки, которые просто печатают с высокогерия. Мы ждем, потому что на всех речках еще пик воды достиг своего максимума. Пик паводка ожидается сегодня ночью. Самая сложная ситуация на реке Латорица. Здесь уровень воды возле Чопа поднялся на 7 метров, а в Мукачево до критической отметки осталось всего 50 сантиметров. Синоптики обещают похолодание и спад воды с завтрашнего дня. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область.